Как сообщает британская пресса, президент России дал указания отраслям российской промышленности быть готовыми к тому, чтобы быстро переключиться на производство военной продукции. Совершенно понятно, что российские власти не сделали бы такого заявления, если они не были бы убеждены в том, что перспективы войны с западом реальны. В своих материалах я неоднократно делал упор на том, что враждебные акции, на протяжении ряда лет предпринимаемые против России Вашингтоном и его европейскими вассалами, ведут к войне. Легко понять, что массивный военно-разведывательный комплекс США нуждается в наличии убедительного врага для ТОГа, чтобы оправдать его громадный бюджет. Легко понять, что безумные неоконсерваторы ставят свою фантазийную идеологию господства США над всем миром выше идеи сохранения жизни на планете, а также то, что Хиллари, Клинтон, село-деревня и Национальный комитет Демократической партии сделают все для того, чтобы отменить победу Трампа в президентских выборах. Однако, трудно понять, почему политические лидеры Европы так хотят подвергнуть риску своей страны ради выгод Вашингтона. Чиновники от образования наделали много шума своими циркулярами. И тем не менее, хотят. Например, 13 ноября британский премьер Тереза Мэй сказала, что Россия является угрозой международной безопасности и что эта страна вмешивалась в выборы в странах Европы и взломывала электронные системы европейских правительств. Свидетельств тому не более, чем у Рошагейта звездочка. И тем не менее, эти утверждения множатся, их по-прежнему выдвигают. Сейчас Европейский Союз организует бывшие провинции Советского Союза, Беларусь, Молдову, Украину, Грузию, Армению и Азербайджан, восточное партнерство с Евросоюзом. Другими словами, Запад открыто организует бывшие провинции Москвы против России, объявленный премьер-министром Мэй в качестве «враждебного государства». Россия известна, что не имеется никаких оснований для каких бы то ни было обвинений в адрес России. Россия известна, что эти утверждения идентичны фальшивым утверждениям против Саддама Хусейна, Каддафи и Асада, а те утверждения были использованы для того, чтобы оправдать военные нападения на Ирак, Ливию и Сирию. Россию убедили в том, что сейчас готовится нападение на нее. И Россия готовится к войне. Только подумайте об этом. Мир ведут к Армагеддону просто, потому, что жидный и коррумпированный военно-разведывательный комплекс США нуждается во враге, чтобы оправдать свой громадный бюджет, потому что Хилари и Нацкомитет Демпартии не могут принять свое политическое поражение и потому, что у нее консерваторов идеология американского превосходства. В чем разница между отвратительной идеей превосходства белой расы и идеей американского превосходства, которую одобрил сам президент Обама? Почему идея превосходства белых ужасна, а американское превосходство – это подарок Бога, исключительной и незаменимой стране? Российские власти открыто провозгласили о своей озабоченности в том, что Россию назначили для военного нападения. Как я, а не Ченен, не Нью-Йорк Тимис и не Вашингтон-Пост, сообщал, заместитель руководителя российского военного оперативного командования публично заявил о своей озабоченности о том, что Вашингтон ведет подготовку внезапного ядерного нападения на Россию. А недавно президент Путин обратил внимание на сбор Вашингтоном образцов ДНК у русских в интересах оружейной лаборатории американских военно-воздушных сил, что говорит о разработке специфического биологического оружия против русских.